Ещё одну кость мамонта нашли на территории округа. Международная экспедиция «Мамонт Мишин-2015» вернулась из Большоземельской тундры. С собой учёные привезли кость, напоминающую бивень древнего животного. Находку обнаружил оленевод сельхозкооператива «ХАРП». Экспедиция «Международная». В её составе учёные и специалисты из Франции, Голландии, Нидерландов, Колумбии и России. На протяжении многих лет они разыскивают доказательства существования древних животных. В Ненецком округе удивительные находки лежат практически на поверхности. У нас люди на это внимание особо не обращают, а в Якутии там специально ходят по берегу и всё это дело разглядывают. Потому что, знаешь, можно найти бивень, что-то ещё. И мы сейчас, когда общались, например, с оленеводами, то мы их инструктировали по этому поводу, что нужно, если есть возможность, обойтись. Учёные считают, без помощи жителей тундры им не обойтись. К примеру, мамонтёнок Люба была обнаружена оленеводом Юрием Худи. В мае 2007 года он нашёл тушу древнего животного в верхнем течении реки Юрибей на полуострове Ямал и сразу сообщил об этом специалистам. Как пояснил руководитель экспедиции «Мамонт Мишин-2015», найти целого мамонта на территории округа вполне возможно. Для этого нужна полноценная программа исследований минимум на пять лет. Потому что здесь завязано всё. Это и общий интерес, и осведомлённость населения, информирование её, целая система каких-то поощрений. Получает какой-то приз человек, как-то он заинтересован. Связь с ночёными, которые приезжают и встречаются с этими оленеводами, которые рассказывают, почему это очень ценно для науки, почему это так важно. И таким образом потихоньку-потихоньку вовлечённость населения достигает 100%. Как сегодня в Якутии. И тогда есть шанс найти. Находки отправят на экспертизу, чтобы подтвердить принадлежность костей мамонту и узнать его возраст. Скорее всего, точный анализ сделают в Голландии, поскольку там для экспертизы понадобится всего лишь пять граммов биоматериала. Сами экспонаты останутся в собственности округа, являясь при этом достоянием всего мира. Экспедиция продолжит свою работу в следующем году.